Тысячи спортсменов со всей России. 500 комплектов медалей в 28 видах спорта. Все это непобедимая держава. Кирилл, Леша, вставайте втроем. Отлично. Вот это... Уважаемые спортсмены, судьи, Уважаемые спортсмены, судьи, Дорабатывай его, Ильюк. Да! Там дорабатывай, Илья. Ильюк, постой, Ильюк, постой, не при. Внимание. Спортсмены, командисты, участвующие в соревнованиях, Ильюк, постой, не при. Доприк, вместо. Левая нога впереди. Все, стой. Перекрыл. Внимание, спасибо. Перекрыл его, Ильюк. Какие командисты, участвующие в соревнованиях, Просьба пройти на третью четвертую десятку На обсе сборки. Просто перекрыл. Перерыв. Не прииграл, да? Я знаю, мы не успеем произвести. Все, спасибо. Все, Влад Борисович Иванов, это художник, который представит сегодня свою выставку. Александр Муромский, многократный рекордсмен книги Бинуса, ныне руководитель управления физической культурой и спорта Орловской области. Новое качество. Александр Хирург-Залдостанов, пожалуйста, лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» и соорганизатор спорта Киады боевых искусств «Непобедимая держава» Алексей Николаевич Барвистов. Елена, я хотел бы попросить тебя подоставить мне наши памятные знаки. Я хотел бы сказать, что, дамы и господа, в этом году мы продолжаем новое развитие. И не только благодаря тому, что у нас есть нашим партнером в этом году «АвтоВАЗ», я надеюсь, что это навсегда, а не только по этому году. Добре всего, потому что с нами наш почетный гость Александр Хирург. Желание приехать и посмотреть, как и что мы здесь проводим. Я надеюсь, что мы его не разочаровали. Я очень хотел бы, чтобы мы сейчас могли в формате дискуссии, скажем так, немножко пообщаться, чтобы вы задали ему вопросы, потому что в колесе впервые, насколько я понимаю. И ввиду ограниченного количества времени, потому что у Александра сегодня достаточно жесткий временной тимпнот, к сожалению, ждут, скажем так, государев дела. Я хотел бы начать с того, что очень рад видеть здесь всех наших гостей. Мы в этом году придумали, скажем так, определенный именной знак непобедимой державы, памятный знак. И я хотел бы людям, которые нам близки, которые нас поддерживают и которые помогают вот этому всему происходить, этому всему настоящему действию, я хотел бы его вручить. Начнем с этого, пожалуйста. Поэтому, Александр. Его мучить максимум 15 минут. Потом, соответственно, все остальные. И плюс еще будет несколько сюрпризов, потому что есть у Александра Евгеньевича сюрприз, у Всеволода Борисовича, и Игорь Петрович резюмирует нас. Скажите, как вам наши дороги? Все в порядке у вас с дорогами. Вклад в страну, сделая непобедимой державой, то вза следует еще и здесь, в Тольятти. Поэтому здесь нам во многом может быть примером для других городов. В рамках соревнований мы это, по-моему, помогаем. Деткам, у которых, допустим, есть проблема с финансами, сложных семьях, но тем не менее талантливым деткам, которым нужно двигать дальше. Да, давай, вот именно это мы с тобой и реализуем. В будущем году выберем тех детей, которые чемпионов, и подарим какие-то интересные поездки, связанные в том числе с нашими событиями. В следующем году, возможно, какие-то... Это самая привлекательная рекордник бизнеса есть. Если в этом году выиграет бой, значит, в 90-х годах, в 20-х годах, то это будет случайно. Тяжелый будет бой, но у него есть шанс, очень тяжелый, он его поддерживает, и есть все шансы боя. А вот, мы тоже подумаем. Я иркучил газеты «Клочи свободы». Каково вообще находиться в таком статусе и планировать ли вы серьезную политическую карьеру? Ну, допустим, баллотироваться в депутаты Госдумы, в следующем году. Прежде, опять, не в этом году. Соскал, что это в тебя. Все картины Сео Деванова, Феодосии, Гучесарай, Севастополь и Вартеки еще в том году были. Мы переменулись с Александром. Вот, вместе одни награды. И совместно сказочные мотивы. И вот большой проект «Золотые легенды России». То, что у нас было самое лучшее. И вот «Золотая легенды», «Лидер Стерха». Все, два момента касаемо Александра. Поэтому пока прошу не доставать. Алексей Владимирович, пожалуйста, Евгений Леонидович и Сергей Яковлевич к нам за стол. Чуть-чуть двинемся. Алексей Леонидович, прошу сделаться вместе с Александром Игорем Петровичем. Общее фото. Положительное направление для всей России. Так стремительно ворвались в политику. Что дальше? Это будет партия, либо вы достигли того, чем вы шли. Вы сейчас активно, можно сказать, практически политическим движением занимаетесь. Что дальше? Будет у большой организации цели, у нее нет будущего. Я попытался сформулировать эту цель. Я реально прям шляп, снимаю перед этой личностью. Реально прям от элита России, которая готова за нее умереть. То есть мы все чиновники были вот такие. Форма, одежда. Я просто печатать могу. Я не думаю, что это не пусто. Сейчас нам найти, что-то раздеть. Какой сейчас? Какой сейчас? Какой сейчас? Какой сейчас? Какой сейчас? Какой сейчас? Что мы взяли? Броново. Броново? Это что, бронхо? Броново. Ну, хороший. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...